Виктори Дистрибьюшн представляет Персональная серия спортивного питания премиум класса От легенды бодибилдинга Кевина Леврона Так, Ли, новый вопрос. Подписчик, правда, не уверен, корректно ли его задавать именно тебе. Пишет, я солдат британской армии и рассчитываю круглый год выполнять много кардио. Но при этом параллельно хотелось бы поднабрать. В принципе, в прошлом году мне удалось набрать 5 кило мышц. И когда я снижаю кардионагрузки и делаю акцент на силовые тренировки, я наблюдаю быстрый прогресс. Но при этом я понимаю, что в моем случае с кардио завязывать нельзя. Один знакомый посоветовал мне одинаково выкладываться и в работе с железом, и на кардио, просто побольше есть, чтобы компенсировать энергозатраты. Но вот беда. Скоро мне проходить ежегодный тест по физподготовке и провалить его, но никак нельзя. В общем, буду благодарен за любые рекомендации, как мне найти оптимальный баланс между разными видами тренировок. Ну, в принципе, ты уже озвучил приемлемый вариант. Если ты хочешь как следует работать железом, плюс вдобавок тебя ждет кардио в рамках армии, то да, придется есть как можно больше, чтобы элементарно сохранить мышцы, потому что жесткий режим может негативно на них сказаться. И белка, и углеводов нужно будет побольше, так что в твоем конкретном случае и аминокислоты с протеином тоже лишними не будут. Я думаю, те же БСА окажутся очень кстати во время кардио тренировок в армии. Но это уже дополнение. Ты главное ешь побольше, друг. Причем разнообразную еду. На одной только качественной диете будет непросто. Жиры и прочее тоже нужно добавлять, потому что иначе ты, конечно, станешь рельефным, но мышцы могут посыпаться. Нащупай свой баланс, не забывая о важности белка, но и спортпи добавь по возможности. Глютамин пригодится, аминокислоты, ну и, конечно, протеин какой-нибудь годный. Я сам всегда тоже много кардио делал, порой по 2-3 часа в день. Что забавно, я и кардио делал, и железом работал, ну это понятно. Но так как кардио было много, я параллельно мог как следует есть, чтобы сохранять мышцы. А ведь есть и те, кто кардио ненавидит, и из-за этого вынужден исследовать очень жесткой диете. Не знаю, как по мне, так уж лучше нормально поесть и после попотеть на кардио. В принципе, так и с мышцами никаких проблем не будет. По вопросу подписчика, можно объединять силовые тренировки и кардио. Тем более, что кардио-то как раз нужнее. Никогда не знаешь, когда придется подорваться и бежать на противника. Но зато есть плюс. Жира ты вряд ли много наберешь. Так что ешь побольше, и будут тебе мышцы даже в армии.